И сегодня наш разговор будет про эмоции. Как Вы относитесь к эмоциям, уже исходя из навыков инфодайвинга, этих знаний, которые у нас есть по работе с подсознанием человека? В некоторых моментах жизни, если понимаю, что необходимо в окружении, в пространстве эмоции, могу вовлечься в игру, и это осознанно делаю, и поиграю-ка я такую-то роль. Но это момент буквально по ситуации, а так, чтобы… Эмоции очень растрачивают энергию, постоянно невозможно быть включённым в эмоциях. У меня тоже ушли эмоции на второй план. Иногда бывает, но оно совсем по-другому. Осознание делается, эмоциональное включение. Просто поменялось. Ну вот смотрите, вся психотерапия и вся психология, по сути дела, построена на том, что есть концепция, что эмоции являются основой взаимодействия людей, они являются основой развития. Человек, проявляя эмоции, он через них проявляется сам. То есть набор таких подмен, которые по факту приводят к чему? Человек включается во внешнюю игру, уходит изнутри, он не во внутреннем, не в субъективном восприятии, а переходит в объективное восприятие. В объективном восприятии у него отключается интуиция, у него отключается информационное восприятие, и он просто тупо валит, и одна эмоция порождает другую эмоцию, та порождает третью и так далее. И человек проживает весь спектр, казалось бы, всю яркость бытия, но эмоции же строятся качелями. Вот он всю прелесть прожил, позитивную, и вся позитивная вот эта вот прелесть должна смениться негативно. Черная полоса сменяет белую, и человеку говорит, ничего, ничего, тебе осталось чуть-чуть потерпеть, переживай, поплачь, выведи, прости, отпусти там и так далее, и снова придет белая полоса. И человек на качелях проживает всю жизнь. При этом осознание не наступает. И получается как бы такая штука, когда эмоция, она мешает человеку осознавать. На самом деле общество подменяет эмоциями настоящее чувство. Человек перестает чувствовать себя. Вот попробуйте, когда вы злитесь, когда вы в ярости, вы можете чувствовать свое тело? Просто тело. У вас даже ощущения блокируются, да? Есть только боль, и на этой боли идут негативные эмоции. Если вас выносит куда-то в яркий какой-то эмоциональный всплеск, в позитивный, да? Что вы чувствуете? Прилив адреналина, кайфа. И даже чувствительность тела при этом теряется. И таким образом, когда мы начали рассматривать эмоции через призму инфодайвинга, мы пришли к заключению, что это, по сути дела, я скажу грубо сейчас, это выделительная система души. То есть эмоции – это уже то, что нас связывает с внешним миром. А если мы хотим быть в интуиции, если мы хотим действительно магии, создания реальности, управления реальностью, осознанности, то там нет эмоций. Там нет эмоций. Более того, вот проведя сейчас курс восприятия богов, мы четко пришли к тому, что мы даже не создаем чатов, общалок, тусовок. Мы позволяем человеку прожить все внутри себя, иметь свой личный опыт с определенными результатами влияния на окружающую реальность и построение осознанной окружающей реальности. И пребывание в этом опыте, пребывание в этом состоянии, а в этом состоянии эмоций нет. Есть внутренняя тишина, удивительная, спокойная. Это не значит, что лицо не будет улыбаться или внутри нету радости. Нет, но это все настолько спокойное, настолько гармоничное, потому что это проявляется через чувства. Не надо наружная часть, не надо экскременты в виде эмоций. Поэтому, вот когда я слышу варианты от психотерапевтов по работе, что именно с эмоциональной частью работают, я приветствую одну работу по тому, как человека вывести в спокойствие, в гармоничное состояние, в баланс и убрать эмоциональную составляющую. Вот это, наверное, основа той работы, которую ведем мы. И вот с момента, когда человек начал осознанно управлять своими состояниями и убрал эмоциональную составляющую, вот с этого начинается инфодайвинг. Без этого инфодайвинга нет. Без этого будут прыжки, попытки конкурировать, попытки признать или выдать свою уникальность и так далее. Это все элементы непроработанные. Когда человек прорабатывает и гармонизируется сам с собой, та же практика зеркала, в какой-то момент он приходит к балансу, и в этом балансе эмоций уже дальше нет. Есть здравомыслие. Вот с этого момента работает здравомыслие. Какие бы практики вы порекомендовали людям, когда речь идет об эмоциях? Вот мы сейчас рассматривали человека, рассматривали, как срабатывает... Обычный пример, да? У человека головная боль, да? И мы начинаем смотреть, откуда возникает у человека головная боль. И обнаруживаем такую интересную картину. В тот момент, когда человек не принимает себя, не берет ответственность на себя за свою жизнь, и у него включается эмоциональная составляющая, у него идет связь на эту тему. В момент включения эмоциональной составляющей, его тело реагирует тем, что оно уплотняет, делает кровь более густой, и уменьшает поступление к мозгу. И идет зажатие в области шейного отдела, и у человека нарушается правоснабжение головного мозга, и у него идет приступ головной боли. В принципе, как только эмоция, в двух шейных позвонок головная боль, да? Эмоция на определенную тему, еще и тематика приписана. И вот так срабатывает психосоматика человека, вот так срабатывает эмоция. И она сразу в нокаут пускает тело. Из нашего опыта работы, когда вот уже мы работали с опухолью, и выход на эмоциональную раскачку, он реально привел к тому, что опухоль возобновилась. То есть эмоции, эмоции, они питают болезнь. Они питают внешнюю игру. И это даже логично, если вы подумаете умом. Вот реально у человека есть болезнь. Она проявлена во внешнем мире, в теле. Он должен под болезнь подстроиться и измениться, да? То есть болезнь дана для чего-то. Зачем ему болезнь? Ну, в каком-то случае она ограничивает его движение, или ограничивает его там какую-то реализацию, когда он идет не туда, или еще, еще что-то, да? То есть болезнь что-то ограничивает у человека. И эмоциональная составляющая, если вы заваливаетесь внизу, внизу и включаетесь во внешнюю игру, она, конечно, будет питать еще большую внешнюю игру, чтобы болезнь усилилась и ограничила человека еще больше, и игра пошла еще более жесткая, да? То есть благодаря эмоциям вот это все идет на усиление. Болезнь идет на усиление. Эмоция – это прямая подпитка. Это навоз для розы. Это подпитка болезней. Когда мы вот это заявляем вот сейчас в открытом доступе, да, я понимаю, какую бурю критики мы берем на себя со стороны врачей-психотерапевтов и психологов. И вы знаете почему? Потому что 90% рынка услуг оказывается по работе с эмоцией. Это прямой доход. Мы все готовы критиковать прививки, там еще что-то. Мы говорим, что лекарства – это бизнес и так далее. А почему вы не видите бизнеса на эмоциях? Это не такой же бизнес. Давайте возьмем гештальт. Давайте посмотрим на гештальт, посмотрим, что происходит с человеком, как он раскачивается. Давайте возьмем медитативные танцы с проработками женских тем, когда женщины выходят рыдая и рассказывая, что они носят в себе кучу какашек. Давайте возьмем любое из направлений, которые сегодня есть в психологии, в психотерапии. Посмотрим на эмоции. Там есть эмоции. Там идет работа с эмоциями. И люди за это платят. Как отказаться от эмоций? Как человека вывести в баланс по результату, если ты лишишься клиента? Это то же самое, как вывести человека из аутизма, если так он к тебе будет ходить на реабилитацию годами, а ты его за полгода поднимешь на ноги, и еще за небольшие деньги, а клиентская база где? На аутизм выделяется в США на сегодняшний день на ребенка более 3 миллионов долларов, на одного ребенка, на лечение аутизма, господа. Это баснословные деньги для людей. А вы посчитайте, сколько аутистов? Уже на сегодняшний день официальная статистика 4-4,5% от всего населения. Умножьте на эти суммы, на реабилитацию, и получается крутейший бизнес. А эмоции? Эмоции еще больше, потому что, по сути дела, это не 4%, это более 90% живыми деньгами. Поэтому проще сказать, что инфодайверы, они чокнутые, сумасшедшие, и выкинуть их вон. Но если у вас есть здравомыслие, и вы хотя бы чуть-чуть логически задумаетесь, то вы поймете. И что, они поймут? Эмоции – это крайность. Почувствуйте это. Вернитесь к чувствам. Чувствами говорит душа. Как только вы начинаете чувствовать, а не эмоционировать, чувствовать, вы поймете, где правда, а где ложь. Вы поймете, где обман, а где истина. И вы сами придете к тому же, потому что вы придете к себе настоящему и искреннему. Сегодня нет смысла обманывать, сегодня нет смысла кривить душой, потому что идет другой век, другие технологии. Сегодня другая жизнь все-таки приближается, она раскручивается. Мы живем в другой век. Люди не мечтали и о тех же техногенных вещах, и о тех же уровнях развития сознания. Все-таки общество развивается. Общество развивается, и вот на этом этапе общество приходит к себе, к осознаванию себя, к осознаванию своей души. И к осознаванию глубины вот этого бытия. И здесь в основе будет искренность. Искренность самим собой, а искренность проявляется через чувства. Мы пытаемся вас вернуть к чувствам. Весим, подаем, построим на чувствах. Мы берем информацию через чувства. Мы ныряем в себя и чувствуем. Потому что чувствами говорит с нами наша душа. Потому что только через чувства мы можем действительно получить доступ абсолютно к любой информации. И только через чувства мы можем встроить эту информацию в жизнь. Любое озарение идет через чувства. Любая связь с Богом, с высшими силами, с кем угодно идет через чувства. Чувства – это то, что отличает человека и делает его развитым существом. Не эмоции. Не эмоции, а чувства. Выключай. Любая связь с Богом, с Богом, с Богом, с Богом, с Богом.